Код неисправности OBD2 Техническое описание, неустойчивый, неустойчивый сигнал в цепи датчика уровня моторного масла Что это означает? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, применимый ко многим автомобилям OBD2, с 1996 года и новее, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Honda, Acura, Volvo, Fiat, Kia и т.д. Несмотря на общий характер, точные этапы ремонта могут различаться в зависимости от года выпуска, марки, модели и конфигурации трансмиссии, код неисправности OBD2 P250 и соответствующие коды P250, P250B, P250S, P250D и P250F связаны с цепью датчика уровня моторного масла Этот контур также известен как контур безопасности уровня масла, цепь датчика уровня моторного масла предназначена для контроля уровня моторного масла и давления масла, чтобы убедиться, что внутренние компоненты двигателя получают необходимое количество смазки Датчик уровня моторного масла в большинстве случаев устанавливается внутри или внутри масляного поддона двигателя, и его точное расположение зависит от транспортного средства Этот процесс включает в себя различные компоненты, которые должны выполняться в зависимости от конфигурации системы подачи масла Когда PSM обнаруживает прерывистое или неустойчивое неспецифическое напряжение или проблему сопротивления в цепи датчика уровня моторного масла, будет установлен код P250, и вскоре загорится индикатор проверки двигателя Индикатор обслуживания двигателя или оба индикатора могут загореться, в некоторых случаях PSM может выключить двигатель, чтобы предотвратить повреждение внутренних компонентов двигателя, датчик уровня масла, каков серьезность этого кода неисправности Код серьезный требует немедленного внимания, недостаточная смазка или давление масла могут очень быстро вызвать необратимое повреждение внутренних компонентов двигателя, каковы некоторые симптомы кода Симптомы кода неисправности P250 могут включать в себя, двигатель не запускается, показания манометра низкого давления масла, скоро загорится индикатор технического обслуживания двигателя, горит индикатор двигателя, каковы некоторые из распространенных причин кода Причины этого кода P250 могут включать, неисправный датчик уровня масла, загрязнение или засорение датчика давления масла, низкий уровень моторного масла, слишком высокий уровень моторного масла, неисправность или повреждение проводки, коррозия, повреждение или ослабление соединения, неисправный предохранитель или плавкая перемычка, если применимо, неисправный PSM Каковы некоторые шаги по устранению неполадок P250 Первым шагом в процессе поиска и устранения любой неисправности является изучение бюллетеней технического обслуживания, TSB, для конкретного автомобиля с разбивкой по годам, модели и силовой установки В некоторых случаях это может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе Указав вам правильное направление второй шаг, проверить состояние моторного масла и убедиться, что он обслуживается до надлежащего уровня Затем найдите все компоненты, связанные с цепью датчика уровня моторного масла, и найдите очевидные физические повреждения, в зависимости от конкретного автомобиля Эта схема может включать в себя несколько компонентов, включая датчик давления масла, переключатели, индикаторы неисправности, манометр давления масла и PSM Выполните тщательный визуальный осмотр, чтобы проверить соответствующую проводку на наличие явных дефектов, таких как царапины, потертости, оголенные провода или пятна ожогов Далее следует проверить разъемы и соединения на предмет безопасности, коррозии и повреждений контактов Этот процесс должен включать в себя все электрические разъемы и соединения со всеми компонентами, включая PSM Проконсультируйтесь с конкретными техническими данными для автомобиля, чтобы проверить конфигурацию цепи безопасности уровня масла и увидеть, есть ли в цепи плавкий предохранитель или плавкая перемычка Расширенные действия Расширенные действия становятся очень специфичными для транспортного средства и требуют соответствующего современного оборудования для точного выполнения Для этих процедур требуется цифровой мультиметр и специальные технические справки для автомобиля В этой ситуации манометр масла может облегчить процесс поиска неисправностей, напряжение проверка Опорное напряжение и допустимые диапазоны могут варьироваться в зависимости от конкретного транспортного средства и конфигурации схемы Конкретные технические данные будут включать диаграммы поиска и устранения неисправностей и соответствующую последовательность действий, которые помогут вам поставить точный диагноз Если в этом процессе выявляется отсутствие источника питания или заземления, может потребоваться проверка целостности для проверки целостности проводки, разъемов и других компонентов Проверки на целостность цепи всегда следует проводить при отключенном от цепи питании, и нормальные показания для проводки и соединений должны составлять 0 омов сопротивления Сопротивление или отсутствие непрерывности указывает на неисправную проводку, которая разомкнута или закорочена и требует ремонта или замены Проверка целостности цепи от PSM к раме подтвердит уровень исправности заземляющих лент и заземляющих проводов, наличие сопротивления указывает на неплотное соединение или возможную коррозию Каковы стандартные способы устранения этого кода? Замена или очистка датчика уровня моторного масла Замена масла и фильтра Очистка разъемов от коррозии Ремонт или замена неисправной проводки Замена перегоревшего предохранителя или плавкой перемычки Если применимо, ремонт или замена неисправных заземляющих лент Мигания или замена PSM Распространенная ошибка Замена двигателя Датчик уровня масла Когда неисправная проводка или соединение вызывают установку этого кода PSM Надеюсь, информация в этой статье помогла вам указать правильное направление для устранения проблемы с кодом неисправности цепи датчика уровня моторного масла Эта статья носит исключительно информационный характер И конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда должны иметь приоритет